Сегодня я покажу один простой донный монтаж, один из моих первых, которым я когда-то ловил и лещика, и другую рыбку. Монтаж очень простенький, нам понадобится леска длиной сантиметров 30-35. Можно делать на основном, можно делать съёмной, можно на шнуре, можно на леске, как удобно. В самом конце лески вяжем обычную петельку, петельку состоящую из восьмёрки. То есть я обычно делаю три оборота. Напомню, можно делать на основном, можно сделать съёмным, как удобно, кому как удобно. Я частенько делал на основном, это когда делал на шнуре, а когда делал из лески, делал съёмный. После чего вяжем одну петельку лишнее, обрезаем, то есть кончик он нам вот здесь не нужен совершенно. Сейчас берём одну бусинку и одеваем её на леску. По диаметру подгоняйте так, чтобы она не проскочила по узлу. Нам бусинка нужна для того, чтобы карабинчик, который будет находиться на леске, не разбил узел и вообще не проскочил, как говорится, в сторону поводка и всё это дело не соскочило. Для этого нам нужна бусинка. Её мы как раз на леску и оденем сейчас. Одевается она просто. Бусинки цветные, без разницы какой, какие есть такие, берём. После этого одеваем вертружок с карабинчиком, для того, чтобы крепить кормушечку. Монтажик данный очень простой, то есть никаких таких хитроумных соединений и хитрых узлов не требует. Собрать можно, может, как говорится, каждый, даже на рыбалочке, то есть без каких-либо проблем. Теперь одеваем вторую бусинку и после чего вяжем ещё одну петельку уже под поводок. Напомним, монтажик я делаю съёмный, не на основной. Вторая также бусинка нам нужна. Она послужит нам как стопор. Но об этом чуть попозже. Теперь давайте оденем бусинку. На это всё дело свяжем ещё одну петельку, которую будем крепить уже к основному, напомню, бусинки по диаметру. Подбирайте так, чтобы они не проскочили по узелку. То есть, чем, в принципе, меньше диаметр, тем лучше. Большой диаметр на бусинках ставить не нужно. Совершенно не нужно. Чтобы потом не устанавливать отдельно какие-то стопора, чтобы ещё бусинка по узлу не проскочила. Да нафига это надо? Ручше взять диаметр бусинки внутреннего отверстия поменьше. Ну, чуть-чуть побольше основного. И никаких лишних стопоров на этом всём деле, на плече, просто-напросто не нужно. Она по узлу не проскочит. Всё будет хорошо, всё будет совершенно отлично. Делом как съёмный, так и на основной. Всё можно. Кому как удобно. Удобно. Итак, вот что у нас зато получилось. Две бусинки и посередине между ними находится вертлюжок с карабинчиком. Сейчас давайте оденем на карабинчик кормушечку, чтобы это всё было наглядно и хорошо. Это сама просматривалось. И прикрепим поводочек на лёстке. Соединение поводка и основного лёстка к лёстке будет петля в петлу. То есть вот так это всё дело выглядит. Весь монтаж выглядит из двух петелек, двух бусинок и карабинчика с вертушком. Верхняя бусинка нам нужна для самозасечки. Сейчас я прикрепил поводок к нижней петельке и покажу, как это работает. Монтаж очень чувствительный. То есть рыба берёт насадку на крючке, уходит, кормушка остаётся на месте. И когда лёстка заходит за второй бусинкой, бусинка упирается в узелок. И в этот момент происходит самозасечка. Вот так. Все сигналы передаются очень чувствительными, даже мелкой рыбы. За счёт того, что кормушка тяжёлая. Вот так бах, и всё. В этот момент происходит засечка. Ваше, как говорится, участие в этом не требуется. А монтаж очень-очень чувствительный. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!